В осенне-зимний период, когда организм особенно остро ощущает нехватку витаминов и микроэлементов, одним из способов поддержания здоровья на должном уровне является регулярное употребление в пищу фруктов и овощей. Предлагаем вам обратить внимание на редьку сорта, дайкон, этот корнеплод родом из Японии, где уже много столетий является постоянным гостем на столе. Дайкон вобрал в себя лучше из родственников – редиса и редьки. Сочную мякоть, тонкую кожицу, множество минералов. Но в отличие от них, он не горчит и имеет более мягкий вкус. Дайкон содержит много солей кальция, выводящих лишнюю воду из организма и шлаки. Также присутствуют соли магния, железо, фосфора, клетчатка, пектиновые вещества. В незначительных количествах он содержит все витамины группы В и витамин С, в большом количестве бета-каротин, который укрепляет иммунитет. Из всех овощных растений только редька, дайкон и хрен способны очищать печень и почки, растворять камни. В отличие от редьки и хрена, которые содержат очень много горчичных масел, придающих вкусу этих овощей горечь и возбуждающих сердечную деятельность, дайкон лишен этих недостатков. Поэтому для людей пожилого возраста, страдающих заболеваниями почек и печени, дайкон словно создан самой природой для лечения подобных недугов. В дайконе в большом количестве имеются фитонциды, губительно действующие на микробов и защищающие людей от инфекционных заболеваний. Корень содержит специфические белковые вещества, сдерживающие рост бактерий. Дайкон используют при простуде, в качестве бактерицидного, антисептического и лечебного средства при заболеваниях желчного пузыря и печени, для улучшения работы кишечника. Дайкон обладает антисептическими свойствами, замедляет размножение бактерий, благодаря содержащемуся в нем лизоциму. Дайкон может широко использоваться при профилактическом лечении больных сахарным диабетом и при облучении. Есть мнение, что дайкон способен выводить радиацию, если его есть сырым. Дайкон полезен для профилактики и лечения атеросклероза, различных сердечно-сосудистых заболеваний, так как выводит из организма избыточный холестерин. Лечебный эффект проявляется при длительном потреблении дайкона. Дайкон повышает аппетит, выводит шлаки, укрепляет волосы, ускоряет заживление гнойных ран, помогает избавиться от веснушек. Наружно редьку можно принимать в виде компрессов, примочек, растираний. Дайкон незаменим в диетическом питании. Овощ низкокалориен, он подавляет чувство голода и содержит особые ферменты, способствующие расщеплению крахмала. Одно из уникальных свойств редьки сорта дайкон, она выдерживает длительное хранение, при этом количество полезных веществ практически не уменьшается, а количество витамина С, наоборот, увеличивается. Из-за большого количества пищевых волокон дайкон противопоказан людям с заболеваниями кишечника или склонным к метеоризму и диареи. А из-за биологически активных веществ дайкон не подходит для людей с рефлюксом, перемещением желудочного секрета в пищевод, воспалительными заболеваниями желудка и 12-перстной кишки. Педиатры не рекомендуют вводить белую редьку в рацион детей младше 3 лет. Обилие клетчатки в этом овоще провоцирует несварение желудка. Знакомство с новым продуктом начинают с одной чайной ложки. Большое спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok